Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Portable Games SPB.ru и зрители нашего видеоканала. С вами снова Мария, и в этом видеообзоре я хочу поставить точку в затянувшемся разговоре о модели GXD-S7300B и ее российских близнецах XDQ AS, с магией AUSmart Dual Core и модели IQ Smile Max 2. Приставки понравились очень многим, они вполне заслуженно вызывают интерес и достойны самого пристального внимания. Ну и наиболее распространенный вопрос, который нам задают, какую вы все-таки посоветуете, какой мне лучше купить, какая из них самая продвинутая, самая хорошая, самая надежная. Еще раз повторяю, эти приставки практически одинаковые. AUS Dual Core и Max 2 это не клоны GXD-S7300 в модификации B, как многие их воспринимают. Это и есть на самом деле GXD-S7300 в модификации B, с различными надписями на корпусе и с разными заставками. Сейчас я вам включу каждую, вы сможете в этом убедиться. На самом деле модель настолько хороша, что я не удивлюсь, если на российском рынке появятся еще 2 или 3 вариации, а может быть и больше, на тему GXD-S7300. Вот у Смаги традиционный их бренд «Кенгуренок». Видите, Smile Max заставочка. То есть при включении различные видеозаставки у них. Поскольку каждая модель работает под управлением операционной системы Android 4.1, то дальше вы увидите абсолютно идентичные экраны. И остальной мой рассказ об отличиях этих консолей будет касаться наполнения их встроенной памяти. У каждой из них объем встроенной памяти 8 гигабайт. Я специально не привожу общие технические характеристики, потому что они абсолютно одинаковые. И каждая модель подробно рассмотрена, и все про нее рассказано. Так, ну вот сейчас мы смотрим на главные рабочие столы всех трех. И уже невооруженным взглядом видно, что в Max 2 на треть меньше приложений на главном рабочем столе. Переходим к экрану приложений. Здесь уже более-менее все похоже. Ну, что могу сказать про программное обеспечение. В XZQ-AS, поскольку эта модель появилась на месяц раньше, чем ее конкуренты, стоит не самая последняя прошивка. Тем не менее, на сайте XZQ выложена прошивка новая. Можно потренироваться, самостоятельно перепрошить консоль. В SMAC'е iOS Mart Dual Core и Max 2 программное обеспечение более новое. В основном оно сказывается на работе вот этого правого аналогового джойстика других. По моему глубокому убеждению, имея на руках устройство с операционной системой Android, можно самостоятельно накачать в него приложения и игр по своему вкусу и для решения тех задач, которые вы считаете для себя наиболее актуальными. Поэтому, на мой взгляд, количество приложений и игр, установленных, не является решающим при выборе какой-либо из этих консолей. Но, тем не менее, я знаю, что для некоторых людей это важно. Поэтому мы сейчас зайдем в Game Center X, игровой центр каждой из этих моделей, и посмотрим, что нам приготовили AS, Dual Core и Max 2. Итак, модель AS. Здесь наибольшее количество игр под операционную систему Android из всех трех моделей. Казуальные игры достаточно много. Здесь вот поменьше, и здесь совсем чуть-чуть в смарте. Для Sony PlayStation 1 в смарте одна игра, у ее конкурентов ничего нет. Nintendo 64. В смарте есть Mario, остальные, как видите, пустуют. Аркадные игровые автоматы. У вас, как видите, есть 12 игрушек предустановленных. В смарте их три для геймбоя. Это я уже перечисляю классические такие платформы. Они могут быть не всем интересны, но я знаю, что поклонников у них очень много. Такс. Ну, разницу вы, я надеюсь, видите. Сто предустановленных игр у нас лидирует EXECU AS. Тем не менее, Max 2, несмотря на то, что он кажется пустым, в общем-то, тоже наполнен играми. Правда, они лежат в папках, в которых приставка их не может обнаружить. То есть, нужно сохранить их в те папки, путь, которым указан в самой консоли. Ну, это, в общем-то, делается несложно, но нужно повозиться, то есть потратить время. Если вы не хотите этим заниматься, то, в общем-то, может быть, нужно выбрать что-то другое. Но еще раз говорю, что, на мой взгляд, это абсолютно не принципиально. Надеюсь, после просмотра этого видео вы пришли к выводу, что это абсолютно три одинаковых устройства, различия между которыми крайне незначительны. И при покупке я вам в первую очередь советую обращать внимание на карантинные обязательства, сервисное обслуживание и техподдержку, которую вам может оказать продавец. Но, смею заверить, что на PortableGames.ru мы всегда готовы своих покупателей поддержать в трудную минуту. Если вас заинтересовало какое-либо из этих устройств, вы можете перейти по ссылке, расположенной под этим видео, на наш сайт и узнать актуальную на сегодняшний день цену, наличие и цвет консоли. Кстати, Execue As – это единственная модель из всех трех, которая выпускается в двух вариантах цвета – графит и белый. Но белый, к сожалению, не так легко достать. Он не очень распространен, но очень красивый. И если вы предпочитаете девайсы белого цвета, то ваш выбор однозначно падает на Execue As. Я с вами прощаюсь. Желаю всем приятной игры и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok